Всем привет! Сегодня в выпуске разберем события четвертого дня лыжной многодневки Турдоски. В этот день прошли спринтерские гонки классическим стилем. Принимает соревнование немецкий Оберсдорф. В выпуске расскажу вам непосредственно о мужских спринтерских забегах. Итак, от российской команды стадию квалификации смогли преодолеть 6 спортсменов. Их я представлю по четвертьфинальных забегов. Первый четвертьфинал. И тут компанию Клэба и Валнесу составит российский лыжник Иван Якимушкин. Иван со старта сразу задает высокий темп забегу и занимает лидирующее положение. Дистанция полтора километра с перепадом высот в 21 метр. В целом Иван делает все правильно. Необходимо пройти эту дистанцию как можно быстрее, чтобы рассчитывать на лаки лузерства. Так как в финальном створе против Валнеса и Клэба сложно надеяться на прямое попадание в полуфиналы. Это же понимает и финн Иван Исканен, который в подъем отрабатывает по полной и становится новым лидером к экватору гонки. Якимушкин немного отстал и к спуску занимает теперь четвертое место вслед за норвежцами. Отмечу, что в этом забеге бегут пять лыжников, так как Эмил Иверсон на старт не вышел. В заключительный тягун Клэба и Валнес создают отрыв от своих соперников. Якимушкин и вовсе снимается пятым на спуск. Норвежцы спокойно докатывают гонку, а вот Якимушкин мобилизировался и свое пятое место разменял на третье. Низко не четвертый. С учетом того, что отставание было достаточно большое от лидеров, то сложно будет рассчитывать на лаки лузерства. Второй четвертьфинал и здесь Александр Большунов. Забег по именам не самый сложный, россиянин со старта возглавил группу. На протяжении всей гонки Большунов лидировал и так до конца дистанции не позволил никому себя обойти. Первое место и прямая путевка в финал. Швейцарец Хедигер второй. Забег был быстрым и Якимушкин уже точно пролетает мимо полуфинала, так как что у Хальварсона, что у Ньонгита и забега Большунова время оказалось лучше. Третий забег также не обошелся без российского представительства. Здесь Александр Терентьев попробует показать свои максимальные спринтерские навыки. Но неприятности подстерегали Александра уже на старте. Палка россиянина попала под лыжи позади перестраивавшегося шведа и просто выдернулась из темляка. Но Терентьев сразу среагировал, отстегнул зубами темляк и через несколько метров получил новую палку от российского сервиса. Шестая позиция без просвета, это еще не критично. Примерно на середине дистанции в подъем россиянин начинает улучшать свои позиции по дальней лыжне. Мощное забегание позволило Александру переместиться на второе место вслед за чехом Михал Новаком. А уже на спуске россиянин накатывает и обходит чеха, становясь сразу лидером забега. Ну а дальше кроссовое забегание в заключительный подъем и соперники капитулируют перед Терентьевым, который на спуск уходит с отрывом. На финиш напрямой Терентьев спокойно докатывает на первой позиции и наблюдает, как разыгрывают второе место между собой Новак и Пелегрино. И в этой дуэли чех оказался проворней. Терентьев и Новак напрямую проходят дальше. А мы переходим к событиям четвертого забега. Здесь от российской команды бежит Артем Мальцев. Если первую половину дистанции Мальцев выдерживал темп лидеров, то на второй ее части бежал больше в последних номерах и на заключительном подъеме отстал от первой четверки. На финиш напрямую Артему удалось неплохо растолкаться и обойти итальянца Майкола Ростелли. Но это только четвертая позиция. А два первых места остались за норвежцем Эваном Нортугом и итальянцем Франческо Де Фабиане. В пятом четвертьфинале бежали сразу два россиянина. Глеб Ретивых и Илья Семиков. В этом забеге тащили группу Гулберг и Ретивых. Семиков работал в районе третьих-четвертых позиций. К заключительному подъему у лидирующей пары даже был небольшой просвет от остальной группы. В сам подъем Семиков старался улучшить свое положение, из-за чего пытался протиснуться то слева, то справа. Но на таких метаниях потерял изрядное количество сил, из-за чего не смог побороться на финише. А впереди финн Лаурий Воринен старался превзойти Ретивых, но россиянин смог удержать до финишной черты свое второе место. Гулберг первый, а Илья Семиков финишировал по итогу на пятой позиции. Таким образом в полуфинал смогли пройти только три россиянина, это ровно половина. И теперь переходим к первому полуфинальному забегу, состав которого сравни финалу. Помимо Большунова и Терентьева здесь три норвежца, Клэба, Валнес и Амуцен, а также швейцарец Хэдигер. На сей раз старт для Терентьева прошел без происшествий. Большунов по обычаю возглавил группу. Терентьев решил работать за Большуновым. В первый тягун активно отработал Валнес и попытался втиснуть себя между россиянами. Однако Терентьев не позволил норвежцу этого сделать, но все же на спуске Валнеса удалось выйти на вторую позицию. Второй подъем прошел достаточно спокойно. Отметим, что все-таки Терентьев вернул себе вторую позицию за Большуновым, а Клэба пока в своей желтой маечке стабильно держится на четвертой позиции. После спуска к заключительному подъему Клэба начинает набирать обороты и подходит к российской паре. Ну и начинается кроссовый забег в гору Терентьев и Большунов против Клэба. Ожидаемо в подъем бежали лучше всех Клэба с Терентьевым. На спуск они уходят практически одновременно. И все же Клэба чуть впереди. И тут новая напасть приключилась с Терентьевым. При перестроении в поворот Терентьев наезжает на пятки лыж Клэба, теряет равновесие и падает на трассу. Ну все, не увидим мы теперь, кто сильнее после таких забеганий на финишной прямой. Юханес Клэба теперь без борьбы докатывает эту гонку на первой позиции. А за вторую путевку в финал сражаются Валнес и Большунов. Но в этом спорте норвежец оказался посильнее россиянина. И Александр Большунов финиширует на третьей позиции. И будет ожидать результатов второго полуфинала. Терентьев уже не спеша заканчивает гонку на шестом месте. Но на самом деле пускай он сейчас набивает себе и такие шишки, чтобы уже на олимпиаде удача была на стороне Саши. Явно сегодня не день Терентьева. То поломка палки, то досадное падение. Ну а мы переходим ко второму полуфиналу. Где Глеб Ретивых постарается пробиться в финал. Здесь конечно явные фавориты норвежцы Гулберг и Нортук. Со старта Ретивых занимает позицию замыкающего. Но на экваторе наблюдаем, что россиянин находится в середине группы. А вот в заключительный подъем Ретивых совершенно не хватает. И он не в силах поддерживать предложенные скорости. На финишной прямой наблюдаем хорошее преимущество Пола Гулберга. С просветом Эвен Нортук защищает свое второе место от Де Фабиани и Кали Хальварсона. И по итогу норвежцы проходят напрямую. А Де Фабиани и Хальварсон показывают время лучше, чем Большунов в первом полуфинале и становятся лаки лузерами. Что дает право итальянцу и шведу участвовать в финале. Ретивых заканчивает гонку на шестой позиции. И для Глеба это настоящий провал. Раньше его в финалах не хватало. А теперь мы то же самое наблюдаем уже на стадии полуфинала. Естественно об Олимпиаде можно забыть с такими результатами. В принципе это было предсказуемо. Ну что ж, таким образом финал пройдет без российских спортсменов. С участием четырех норвежцев Гулберга, Клеба, Нортуга и Валнеса, с одним итальянцем Де Фабиани и с одним шведом Хальварсоном. Итак, финальный забег. Де Фабиани возглавляется старта группу. Швед в замыкающих. Норвежцы разместились по серединке. Валнес на спуске вновь улучшает свои позиции и обходит итальянца. Клеба все контролирует на третьей позиции. На втором тягуне Нортуг и Клеба оттесняют Де Фабиани на четвертую позицию. А Гулберг напротив ловит просвет от группы. Спортсмены подходят к заключительному подъему. Клеба бежит вне лыжни, а Валнес по лыжне. Именно эти двое создают себе задел на спуск. Следует финиш на прямая. Валнес старается накатывать на Клеба и довольно близок Эрик, чтобы достать Йоханнеса. Но все же Клеба сохраняет свой статус Кво и побеждает в забеге. Эрик Валнес второй, а позади Пол Гулберг, что отставал, но мощно прошел подъем, здесь смог отлично спуртануть и вырвать бронзу у Нортуга. Хальварсон пятый, Де Фабиани шестой. Норвежцы занимают весь пьедестал почета, как и годом ранее на чемпионате мира. Но все же понимаем, что в отсутствии Терентьева в финале, Клеба чувствовал себя довольно комфортно. В общем, за счете тур доски Клеба упрочил свое лидерство. Гулберг второй с минуты отставания. Лучший из россиян Александр Большунов на третьей позиции, плюс минута 19. В десятке Якимушкин, Спецов и Терентьев. Ну что ж, на этом и завершаю обзор с лыжной многодневки тур доски. Не забывайте поддержать лайком и подпиской канал и данный контент. Спасибо за внимание, всем лыжи, пока-пока.